Привет всем! Меня зовут Полина и сегодня мы приготовим с вами мясной деликатес Балык. Балык является тем деликатесом, который многие желают видеть на своих столах, любят ответовать на праздники и просто так. Но не всегда Балык является финансово доступным. Я предлагаю вам приготовить Балык в домашних условиях, потому что это совершенно просто и совсем финансово не затратно. Данный рецепт понравится любителям домашних местных изделий. Для Балыка используют разное мясо. Говядину, свинину, курицу. Я сегодня буду использовать индюшатину. Для сырого овеления лучше брать не очень толстые кусочки мяса, но если же вам попался достаточно толстый кусочек, то вы можете просто его разрезать вдоль толстой части, двигаясь от середины к нижнему краю. Варианты комбинации специй могут быть совершенно разные по вашему вкусу. Главное наличие соли. Вы можете добавить просто соль, перец, паприку или кориандр, имбирь, чеснок. Все, что вам захочется. Итак, какие ингредиенты нам понадобятся? Филе индейки 1 килограмм, соль 5-6 столовых ложек на 1 килограмм. Если вы будете брать меньше мяса, то, соответственно, и соли меньше. Лавровый лист 5-6 штучек, черный перец 1-2 чайной ложки, паприка 1-2 чайной ложки, куркума 1-2 чайной ложки, сухой чеснок, орегано, карри. Все по 1-2 чайной ложки. И сахар около 1 чайной ложки. Коньяк или любой другой алкогольный напиток с крепким градусом 50 миллилитров. То есть не вино, так точно. Кроме того, нам понадобятся 2 мисочки, марля и пергаментная бумага. И, конечно же, перчатки. Если милые дамы не хотят, чтобы их маникюр и милые ручки окрасились в желтый цвет из-за куркумы. Берем одну из наших мисочек и высыпаем соль. Так как у меня не килограмм, а 800 тысяч евро грамм, то я возьму 5 столовых ложек соли. Не стоит больше добавлять, потому что вы пересолите мясо просто ужасно и не сможете потом есть. Добавляем карри половину чайной ложки. Паприку половину чайной ложки. Сухой чеснок. Куркума. Одна чайная ложка сахара. Теперь мы засыпаем в нашу перцемолку перчик. Лучше брать в зернах, потому что будет более свежий, острый вкус. И также половину чайной ложки орегано. перемолола. Перемолола так, что мама, не горюй. Очень-очень мелко. Даже лучше, чем обычные перцемолки. измельчают. Вообще превратилось все в труху, как когда ты покупаешь уже готовый молотый перец. Так, теперь нам осталось добавить 50 миллилитров коньяка. Так, отличненько. Теперь мы все перемешиваем. Вот так получилось. Теперь я уже одела перчаточки. Нашу смесь мы делим на двое и одну половину перекладываем в другую мисточку. Берем наше филе. Оно у меня достаточно толстое, с одного края. Значит, мне его надо разрезать. Не знаю даже, как с ним и справиться, потому что я вообще не очень люблю апеллировать с мясом. Да, в общем-то. Я бы, конечно, позвала на помощь своего супруга Джорджа, но я думаю, так сойдет в общем. Кто может сделать лучше, пусть сделает. Теперь, что мы делаем? Что мы делаем? Мы берем нашу мисочку и выкладываем туда филе. И очень хорошо его натираем и протираем нашими специями. Вот так это выглядит. Но это еще не все. Так, мясо мы натерли, но нам еще надо оставшейся смесью сверху его натереть и оставить так в холодильнике. Через какое-то время мясо может выделять в сок. Вы этот сок не сливайте. Пусть мясо там и маринуется в этом соке. Вот такие ручки получились. Как видите, если вы не наденете перчатки, то не то что велика вероятность того, что у вас руки окрасятся, а это стопроцентная гарантия. Так, теперь я сниму перчатки. Теперь мы выкладываем лавровый лист сверху. Теперь мы берем пергаментную бумагу. Отрезаем столько, сколько мы считаем. И накрываем нашу миску. Я еще воспользуюсь вот такой резиночкой. Все, теперь первоначальные этапы наше филе прошло. Теперь мы можем начинать новый этап. Через 24 часа мы вытаскиваем филе из холодильника и хорошо промываем его под проточной водой от специй. И также нам необходимо его просушить бумажным полотенцем. Далее мы складываем марлю два раза, кладем на нее балык и заворачиваем его. Если у вас в холодильнике есть решетка, то вы можете с одного края балыка проделать дырочку, зацепить его за крючок и подвесить за решетку. Но в нашем холодильнике решеток нет, у нас просто полочки, поэтому что мы делаем? Мы берем вот такой поднос, обворачиваем его фольгой, а также достаточно толстой и прочной проволокой и кладем сверху наш балык, чтобы воздух мог свободно циркулировать. Если же вы поместите ваш балык не в холодильник, а просто в чистой проветриваемой комнате, то уже получится не балык, а пастурма, скорее всего. Оставляем мы наш балык на 24 часа в холодильнике и начинаем подсматривать, что с ним происходит, какие процессы. Вряд ли, что за 24 часа он будет уже съедобен, скорее всего вам понадобится хотя бы дня три, но вы будете смотреть. Возможно кто-то любит совсем сырой балык есть или такие любители. Ну, в общем-то, так как это птица, то через несколько дней вы уже сможете ответовать. Не переживайте, мясо не пропадет, так как оно будет хорошо засолено. Кроме того, в маринаде есть коньяк, который еще придаст и пикантный вкус. Что еще надо помнить? При сушке мясо теряет 20% влаги. То есть, если вы берете один килограмм мяса, то в конце вы получите 800 грамм. Если у вас мясо получилось пересоленным, то вам надо отварить рис, слить с него жидкость, дать жидкости остыть и оставить балык в этой жидкости на час. Потом очень хорошо обсушить полотенцем и снова поместить в холодильник сушиться. Балык обязательно нужно подвешивать, чтобы воздух свободно циркулировал и мясо обсыхало со всех сторон. Ну вот и все. Наш балык готов. Это было совсем не сложно, поэтому готовьте, радуйте себя, если вы любите мясные блюда, а также вы можете угощать мясных гурманов. Если вам понравился данный рецепт, то я приглашаю вас на свой кулинарный сайт Let's Cook Together Right Now, ссылку на который я оставлю под. Я желаю вам хорошего дня, хорошего настроения и, как всегда, спасибо, что вы были со мной. До скорых встреч и пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok